Всем привет! Девочки, сегодня мы с вами поговорим о мезотерапии в домашних условиях. Вы давно меня просили рассказать о мезороллере, как им правильно пользоваться и какого эффекта от него ожидать. Мезороллер представляет собой игольчатый валик с иглами от 0,25 до 3 мм. Призван перфорировать кожу и создавать микроканалы для введения активных веществ в глубокие слои кожи. Мезороллер пришел в косметологию как уникальная процедура омоложения кожи, повышения ее плотности, устранения пигментации и сокращения пор. Постепенно процедура с использованием мезороллера стала доступна многим женщинам в домашних условиях. Для проведения мезотерапии на смену мезороллеру пришел аппарат для фракционной мезотерапии под названием Дермапен. В одном из видео я подробно рассказывала об этой процедуре. Кто еще не смотрел это видео, ссылку на него я оставлю в описании. А мы вернемся к мезороллеру. Есть несколько видов мезороллеров, которые внешне друг от друга не отличаются. Различается лишь длина игл. Для домашнего использования стоит выбирать длину иглы не более 0,5 мм. Во-первых, при более глубокой перфорации в домашних условиях есть риск инфицирования кожи, потому что мезороллер мы используем многократно. А при проведении фракционной мезотерапии с использованием Дермапена специалист не использует картридж повторно. Во-вторых, не все средства подходят для глубокого введения. Для процедуры мезотерапии мезороллером необходимо подбирать стерильные препараты в ампулах для инъекций. В условиях косметологического кабинета процедуру мезотерапии мезороллером или Дермапеном выполняют до кровяной росы, на глубину до 1 мм. Для повышения плотности кожи, устранения пигментации, неровностей, постакне, уменьшения площади кожи и стимуляции регенерации кожи для ее омоложения. Для тела используют длину иглы от 1,5 до 2 или 3 мм. Для устранения стрий, то есть растяжек на коже. Мы будем использовать мезороллер в домашнем уходе, где иглы 0,3 мм. Это безопасно и процесс восстановления кожи происходит быстрее. Какого эффекта стоит ждать от мезороллера в домашних условиях? Уменьшение пигментации и дряблости кожи, уменьшение мелких морщинок, повышение тургора кожи, улучшение микроциркуляции крови, выравнивание тона и структуры кожи. Перед проведением мезотерапии мезороллером за несколько часов стоит отказаться от кофе, чая, сигарет и алкоголя. После проведения мезотерапии стоит исключить воздействие спиртов на кожу, жирных кремов и других косметических средств, а также исключить солнечное воздействие и солярий. Также стоит воздержаться от похода в сауну или спортзал, чтобы исключить активное потоотделение. Нежелательно использовать мезороллер летом, когда солнце активно. Лучше перенести эту процедуру на весенний-осенний период, чтобы избежать риска проявления пигментации. Итак, начнем. Очищенную кожу мы дополнительно протираем раствором хлоргексидином. Перед применением мезороллера мы обрабатываем его спиртом или 3-х процентной перекисью водорода, погружая его на 10 минут. Оба стелек мы тоже проработаем мезороллером. Затем вскрываем ампулу выбранного препарата. В домашних условиях мы можем применять 5-процентную аскорбиновую кислоту или экстракт алоэ в ампулах. Перед применением необходимо убедиться в отсутствии аллергической реакции на эти препараты. Наносим состав на кожу. Я использую аскорбиновую кислоту, которая отлично борется с проявлениями пигментации, выравнивает тон кожи, осветляет ее, а также необходима для синтеза коллагена и эластин. Обрабатывать будем по зонам, поэтому я наношу наш состав на одну половину лба. И начинаем прорабатывать горизонтально от 3 до 6 раз в одном направлении. Затем прорабатываем вертикально снизу вверх, сверху вниз. Затем проработаем зону лба по диагонали. Справа налево. И слева направо. Очень важный момент. Когда мы меняем направление мезороллера, необходимо убрать его от кожи. Нельзя менять направление, когда мы находимся в коже, чтобы не травмировать ее. После того, как мы проработали один участок кожи, необходимо повторно нанести препарат. И переходим на другой участок. Наносим препарат. И совершаем такие же действия в четырех направлениях. Дополнительного давления мы не оказываем. И обрабатываем наш лоб в диагональном направлении. 3-6 подходов, проходов. Наносим повторно препарат на обработанную зону. И переходим на следующую зону. Работать будем от линии нижней челюсти. Здесь мы будем работать по направлению массажных линий. От центра стороны прокатывая по 3-6 раз до легкого покраснения. И затем мелкими пунктирными линиями проработаем по диагонали, как бы создавая сетку из мелких проколов. Ориентируемся на чувствительность своей кожи. Работаем крыло носа. И у нас часто застойный купероз. Можно проработать область носогубного залома. Слегка надуть щеки. Затем наносим повторно наш препарат. И проработаем зону вокруг глаз. В этой зоне мы работаем деликатно. Можно проработать верхнее веко. Проходим прямо по надбровной дуге. Простимулируем луковицы, чтобы бровки росли. И проработаем область нижнего века. И переходим на другую сторону. Вернемся к зоне подбородка. Наносим препарат. И в движении наверх-вниз проработаем нож и подбородок. Очень важный момент. Если вы выбрали мезороллер, где иглы больше 0,3 мм, в зоне глаз мы его не используем. Напоминаю, что препарат под мезороллер мы наносим до обработки зоны и после. Мезороллером также можно обрабатывать зону шеи и декольте. А также область под подбородком. В области шеи мы работаем по вертикальным направлениям. Сверху вниз. Затем горизонтальными. Переставляя роллер. В области декольте мы работаем от центра в стороны. Переставляя роллер. И обрабатывая каждый участок зоны декольте. И после того, как мы закончили процедуру мезороллером, очень важно нанести правильное средство на поврежденную кожу. Я выбрала для себя гель салкосерил. Он отлично успокаивает кожу, снимает отек и устраняет дискомфорт. Если у вас нет геля салкосерил, то через полчаса после процедуры протираем кожу раствором хлоргексидина и наносим любой успокаивающий, увлажняющий, желательно аптечный крем или гель с пантенолом. Девочки, если вам недоступны препараты для мезотерапии в домашних условиях, то можно проводить сухую перфорацию по сухой коже. Стерильным роликом по стерильной коже. Полчаса не касаемся кожи после процедуры. Затем протираем антисептиком хлоргексидином или мирамистином и наносим подходящий крем. Сухая перфорация также улучшает микроциркуляцию крови, улучшает цвет лица, устраняет пигментацию и стимулирует клетки на обновление. Процедуру мезотерапии можно выполнять курсом. Для лица 2-3 раза в неделю, но в первые 2 недели желательно ограничиться одной процедурой и понаблюдать за реакцией на кожу. В области глаз и при чувствительной коже работаем мезороллером не более 1 раза в неделю, так как сухая и чувствительная кожа восстанавливается медленнее, чем нормальная. Мезотерапию для области шеи и декольте рекомендуется выполнять 1-2 раза в неделю. Длительность курса домашней мезотерапии составляет от 7 до 20 процедур и подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей обрабатываемой зоны, чувствительность, постакне, пигментация, толщина кожи. Полный курс домашней мезотерапии можно проводить 2 раза в год. Самое удачное время – осень и ранняя весна. Противопоказанием к этой процедуре являются беременность и лактация, инфекционные заболевания кожи, онкологические заболевания, плохая свертываемость крови, розация, экзема и купероз. Наличие купероза даже в начальной стадии ограничивает круг потребителей мезороллера. Я не призываю вас не обращать на это внимание, но по своему личному опыту скажу. Расширенные сосуды со слабыми стенками не выполняют своей функции. Кровь в них застаивается и сосуды расширяются. Раздражая стенки сосудов подобной процедурой, мы усиливаем микроциркуляцию крови и не способствуем развитию купероза. Но это мое сугубо личное мнение, основанное на моем личном опыте. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok